всем привет я на океане раннее утро время где-то 6 утра начало отлива до нижней точки отлива еще будет где-то часа четыре я приехал за крабами не знаю в этом году во всяком случае в этом месте сезон был ужасный наверное один из самых худших сезонов которые я помню но как говорится делать больше нечего сезон чавыч закончился для меня жду когда кижич начнет подходить это будет где-то в течение месяца может быть чуть меньше а пока от нечего делать приехал в надежде что поймаю краба не знаю то есть уже запасы в морозильнике крабьего мяса почти закончились хотелось бы немножко пополнить ну посмотрим надежда есть но если уже в этот раз опять ничего не будет а наверное я все-таки забуду про крабе сезон в этом году буду ждать следующего года ну вот лодка накачано рыболовки заряжены с курицей органической как всегда люди стали с собаками на пляже ходить ладно поеду вывезу течение пока еще не сильная она каждый раз здесь меняется поэтому сейчас уже светло уже более-менее видно как оно течет иногда она близко к этому берегу надо дальше посмотрим только начало отлива как я уже сказал ладно поехала возить лодку вот 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 ветерка сегодня пока нету что очень важно когда на океане ладно делаю забрасывать первую крыболовку пошла родная первое ну и вторую течение много сносит заплыву немного повыше и поставлю где-то параллельно с этой но только чуть подальше от берега во время течения отлива и прилива краб мигрирует ищет еду поэтому надеюсь он наткнется на мою курочку все поеду подожду на берегу минут пять-десять и проверю будет там что-нибудь не будет вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Немного усиливается, но еще нормально. И постепенно тяну за веревочку. Приближаюсь к рыболовке. Ага, вот теперь она подо мной. И начинаю тянуть. Так. Небольшой вес есть. Сейчас посмотрим, что здесь. О, ребята! Ребятки! Ребятки! Вот оно! Чудо-то! Свершилось! Все! Пока течения нету. Вернее, течения есть. Вон там уже волнорез идет. Вернее, не волнорез, а волны. Поэтому и течение усиливается. Чем ближе к ним приближаешь. Поэтому, чтобы не рисковать, я поплыву к берегу. И там уже рассортирую крабов. Но я уже вижу как минимум два, которых я в 100% возьму самца. Может быть, еще один попадется. Посмотрим. Но это уже хорошее начало, ребят. Я очень рад. Все-таки уже почти сдался в надеждах на этот год, что сезона так и не получится. Но вот пока. Пока начало отличное. Вот этот такой жадный. Уже знает, что его вытащили. Все равно кусает курицу. Ну, вообще наглый. Вообще наглый. Так. Надо будет срочно сортировать это. И поехать вытаскивать другую краболовку, пока она не забилась полностью. Так, вот мой кулер. Вот сразу эту берем. У него дистанция, в смысле, размер огромный. Должно быть вот отсюда, вот досюда. Он, естественно, гораздо больше. Мерится вот с этого момента, вот от этой части тела, вот до этой. Так. У меня здесь камера. Так. Он сюда. Ты кто? Ты тоже, по-моему, самец. Да, он тоже самец. Он тоже хороший. Ребят, вот самец. Вот у него такой остренький хвостик вот здесь вот. А сейчас я вам покажу самочку. Я уже в предыдущих видео своих показывал, но еще раз повторюсь. Вот. Вот видите, у нее хвостик такой широкий, а у него узкий, треугольничком таким. А у нее как бляшечка. Надеюсь, это попадает все. Вот. Самочек брать нельзя, только самцов. Так. Вот второй. Ты кто у нас? Самочка. Самок очень много. Самочка. Я даже вижу, иногда по цвету можно определить, самка это или самец. Вот это самец должен быть. Сейчас я его замерю. Он тоже должен быть хорошим. Да, он тоже не самый крупный, но вот это тоже самец, по цвету видно. Тоже хороший. Вот уже четыре, ребят. И вот пятый. Красавец такой крупный. А остальная мелочевка и самки. Так. Брасываем сразу, даже не смотрим кто. Время не тянем. Потому что краб, он мигрирует стаями. Он может пройти и все, его не будет. Так, вот это, по-моему, тоже самец. Да, тоже самчик, ребят. Я его на всякий случай возьму, если больше ничего не будет. Но он немного староват. Если поймаю еще, то он тоже крупный. То я его отпущу. Так, вот и здесь. Все, сейчас буду вывозить обратно. Здесь один спрятался. Набираю воды в кулер. Вот так вот. Чтобы они жили дольше. Пошел забрасывать эту груболовку. И вытаскиваю здоровую. Время тянуть нельзя. Ну, ребят, я очень рад. Я очень просто рад. Потому что надежды у меня уже почти все закончились в этом сезоне. Сумку я на всякий случай беру. Когда течение не сильное, я могу крабов прямо отсортировать в лодке. И не гонять туда, обратно к берегу. Но сейчас течение. И поэтому как бы не получается. Если бы течения не было, то я бы так делал. А сейчас течение и опасно. Ладно. Пошел вывозить. Чайки тут налетели. Окружили меня полностью. Ждут, когда им остатки курицы отдам. Но пока рановато, ребята. Я еще не наловился. Забрасываю снова эту клетку. Крыболовку. Даю опуститься на дно, чтобы она упала курице вниз. Иначе смысла нет. Если она упадет боком или курица кверху, то ее обглодают через клетку. Даже не залезая в нее. И вот у меня уже второй прямо здесь буйок. Сейчас я его зацеплю. И буду проверять вторую краболовку. Ой, ребят. Вот как раньше, в хорошие, добрые времена, когда краба можно лимит 12 штук самцов взять буквально за полчаса. Дольше лодку занимает накачать, чем вытащить, наловить крабов. Так, ну смотрим. Есть тут тяжесть или нет? Да, есть, есть тяжесть. Тяжесть чувствуется. Сейчас посмотрим, что здесь такое. Опа. Ага. Ага. Особо крупных нету. Есть парочка, может быть. Ну, в основном такая мелочь. Ладно. Плыву снова на берег рассортировать. Если так дело пойдет, то я чувствую, что я за полчаса поймаю лимит. И поеду рыбачить куда-нибудь. Ловить рыбку. Время еще даже 7 часов нету. А у меня уже приближается к лимиту. Еще пару раз заброшу, наверное, и уже все. Потом, может быть, отсортирую. Крупных оставлю. Мелочи повыкидываю. Позаменяю ее на крупные. Так что вот так вот. Наконец-то. Хоть свежих крабов покушать. А то у меня сын обожает и жена. Все говорят, папа, папа, когда ты крабов привезешь? Ну вот сегодня будет им застолье. Почти приплыл. Здесь мой кулер. Поближе к нему, чтобы далеко не ходить. Ну я сразу начну с крупных. Вот это, смотрите, гигант какой, ребят. Вот таких бы набрать было бы... Хорошо, ладно, он не хочет отпускаться. Таких бы набрать было бы в самый раз. Вон они, какие красавцы. Вон они, красавцы какие. Отлично. Так, сколько у меня? Надо посчитать, чтобы не ошибиться. Так, берем крабовый все время сзади. Иначе может тяпнуть. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Окей, семь. Еще пять до лимита. Это самочка. Это самец, но он маленький. Выбрасываем. Самец маленький. Этот самец старый. Видите, у него серый какой коричневатый уже такой цвет. Вот это хороший будет. Вот это красавец. Тоже неплохой. Это восемь. Вот это сейчас замерю на всякий случай. Я думаю, он тоже хороший. Так. Да, он тоже. Это девять. Вот это десять. Еще раз на всякий случай. Да. Это десять. Самочка. Самочка. Все равно маленький. Самочка. Сортировываем. Так, самка. Пускай еще крабиков нам сделают. Вот это одиннадцатый. Тут по нему видно, что он хороший. Ребят, вот этот на самом деле двенадцатый, конечно, но он маловат. Я его отпущу. Да, я почувствую с двумя кусками курицы. Я тут исправлюсь. Окей. Все. Краболовка пустая. Поехал снова ее вывозить. Так, сколько у меня я посчитал? Десять? Нет, одиннадцать, да? Ладно, я надеюсь, еще крупных наберу и поменяю до более мелких здесь. Ну, а так вот, вот, ребят, два заброса и, пожалуйста, завтрак, ужин и обед, как говорится, все вместе. Ладно, поехал, время не буду тянуть. Еще раз, ребята, вот такие красавцы обитают у нас в тихом океане. Краб называется Данжинос Краб. Очень вкусный краб, кое-то в пятерку, наверное, самых наивкуснейших крабов в мире. Назван по... Чайки кричат. Назван по названию какой-то деревни в Вашингтоне, в штате Вашингтон, которая называется Данжин. И вот такой вот краб. Такие вот. Очень счастлив, что они у нас обитают. Очень вкусная еда. Замечательно. Вот такие. Ну, поехал на вторую проверку. Прошло минут, наверное, 7-8. Там он с ребятами поговорил немного. Они тоже приезжие. Хотят попробовать крабов сегодня половить руками. Не знаю, получится у них, не получится. Хотя мой товарищ здесь просто в костюме ныряет и собирает их со дна. Долго, конечно, если костюм тонкий, здесь вода довольно-таки прохладная всегда. Долго не пробудешь в воде. Но у него, по-моему, 3, по-моему, миллиметра костюм. И он как бы знает, что делает. Так, ладно. Подплываю к первому буйку. Не, вернее, к течениям. Прямо к нему снесет сейчас. Как-то они у меня рядом очень расположились, но ничего. Зацепил. И тащим. Так, ну, надеюсь, вся стая не закончилась. Крабья. Здесь еще что-нибудь будет. Посмотрим. Ага, начинает тянуть. Так. Ну, вес есть. Неплохой вес. Так что, я думаю, сейчас еще что-нибудь наковыряем. О, да. О, да. О, да, ребята. Ребята. Это будет, скорее всего, лимит. Здесь я сразу вытаскиваю. Даже не вожу эту на берег. Сразу вытащу сейчас вторую краболовку. И на этом у меня все закончится на сегодня. В плане крабов. Да, вот здесь 3 или 4 довольно-таки прилично хороших по размеру. Я поменяю те, которые помельче. У меня уже в кулере. И возьму их. Так. Сейчас мне главное подрулить к моему. Вы кончатый. Прилип к лодке. Нет, не хочет. Окей. Все, взял. Мне сподручнее с другой стороны. Поэтому я его переведу вот сюда. Главное, чтобы весла не уплыли. И все, начинаю тащить. О, здесь тяжело. О, здесь тяжело, ребята. Здесь тяжело. Краб есть. А, ну нет, в принципе, не так много. И только один. Крупный. Ну, мне этого достаточно, ребят. Уже лимит есть. Поплыл к берегу. Все. Миссия закончена. Да, видимо, та, которая поближе была. Там помельче краб. К берегу поближе. Тусуются. Вот так вот. Все быстро может происходить, когда ловишь краба. Ну вот, как говорю, этот год был очень неудачный до сегодняшней поры. И, наконец-то, краб появился. Так что я еще до того момента, когда кижуч появится в реках, я, наверное, еще приеду. Если будет все так хорошо. Обязательно. Ладно, ребят, сейчас разберусь. Покажу вам улов. И уже дальше поеду другую рыбу ловить. Так, ребят, сейчас я вот в этот пакет отложу самых крупных и самых светлых, свежих. Вот один крупный. Второй, чтобы мне знать, кого на кого менять. Ну, естественно, вот этот крупный. Так, опускайся. Сюда. Так, ты хороший тоже. Это четыре. Это тоже хороший. Это пять. Этот немного староват. Я его пока отложу. Вот этот хороший шесть. Так, здесь шесть пока. Сейчас я посмотрю, что у меня наловилось в этих ловушках. Вот это мелочь. Вернее, не мелочь. Это самка. Не нужна. Этот краб застрял. Я его туда проткну. Чтобы он упал в нижнюю клетку. Это самец, но мелкий. Это тоже будет самец, но мелкий. В этой краболовке, по-моему, только один, которого можно взять. Это самочка. Или два. Вот этот вот он хороший. Вот этот хороший. Так, это у меня будет семь. Так вот. Так, ну вы кто? Это самка. Выбрасываем. И это, по-моему, самка. Да, и это самка. Вот так вот она летит. Хорошо. Одна краболовка закончена. А вот здесь вот такие хорошие попались, ребят. Смотри, какой размерище. Так, сколько это у меня? Восемь, по-моему, да? Восемь. Вот тоже хороший. Это девять. Красавец. Упс. Полезают. Не нравится им суки сидеть. Не поседу. Что ж ты? Вот сюда вот садись. Ага. Девять. Вот этот хороший зацепился. Так, давайте этот вопрос берем. Так вот. Сюда иди. И вот этот тоже очень хороший. Это одиннадцать. Ну и сейчас я одного еще достану из кулера. Что к нему. Ну а все остальные уже самки и малореточки. Все. Сейчас этих выброшу. И буду собираться, ребят. Очень удачная краболовка. Я очень-очень доволен. Вот так вот очень быстро может произойти рыбалка на краба. Все замечательно. Вот сумка полная краба. Там кулер еще. Сейчас поменяю. Оставлю двенадцать. Самых больших и самых свежих. А остальных. Обратно в океан. Ладно. Надеюсь, увидимся еще сегодня на другом месте. Если рыба будет клевать. Если нет, тогда уже как бы до следующих встреч. Приеду и хочу сегодня проэкспериментировать, сварить, вернее приготовить крабовым я с двумя способами. Одного прокипятить, в смысле сварить, а другого на пару сделать. Посмотрим, будет какая-нибудь разница во вкусе или нет. На пару я ни разу не делал, только всегда варил. Поэтому будет любопытно посмотреть, как все это произойдет и как это будет на вкус. Все, пока! Взял льда, льда, ребят. Сейчас мы крабовым льдом засыпем. Чтобы они уснули. Вот так вот. Чтобы они заснули, их уже можно было варить. Чтобы они ничего не чувствовали. Вернулся домой. Сельзо покидал блесну, чтобы поймать окуньков морских. Попалось буквально три мелких. Даже не суетился, чтобы записывать. Поэтому сейчас дома. Вот сегодняшний крабий улов. И хочу сегодня попробовать сделать на пару. И как обычно я делаю в кипящей воде. Вот у меня вода здесь уже кипит. В одной кастрюле. Положу туда много очень соли. Соль я не жалею. Можно было, конечно, морскую воду взять. Но я не взял с собой канистру под нее. А здесь я налил на дно немного воды. Вот это тоже она закипела. Положил такой мелкий друшлаг. Сейчас брошу туда одного из крабов. Крабы на льду. Крабы уже заснули. Ничего не чувствуют. Поэтому одного кладу сюда, чтобы он готовился на пару. А несколько других кидаю в большую кастрюлю. Там где. У меня можно 3-4 штуки положить сразу. Любопытно просто посмотреть, как будет. Будет разница какая-то вкусовая. Не будет. Просто я знаю, некоторые люди готовят по пару. Так, это когда вода закипит, 8 минут варится. Вот эти крабы. А это должен быть 15 минут на пару. Ладно, будет готово. Буду показывать дальше процесс чистки. Так, ну сначала почищу крабы, которые я варил. Что-то делать довольно-таки легко. Не могу еще. Гречеватый. Так, поддевается вот здесь вот, где у него панцирь. Открывается. Вот здесь. Вот эти штуки несъедобные. Они, их называют пальцы старого человека. Они отрываются. Горячее еще. Вот это все отрывается. Хвост, так называемый. Потом берется вот так вот и разламывается. Все остальное вытряхается. Некоторые это едят. Я не ем. Пробовал, но как бы нормально. Но это, как говорится, не мое. К тому же, очень часто есть такое природное явление. Я уже об нем говорил. Он называется морской прилив. Морские приливы, это когда... Вернее, не морские приливы, а красные приливы. Это когда цветут некоторые водоросли определенные. И они... Этот цвет вырабатывает неприятные такие вещества, которые очень опасны для человека, на самом деле. А так как краб питается всякими моллюсками, которые фильтруют через себя воду, в то время, когда цветут эти морские водоросли. Поэтому крабу это тоже передается. И я не рекомендую это есть. Поэтому я это не ем. Ну все, вот так вот чистится краб. Так, ну вот из четырех крабов у меня получилась такая кучка. Первый, который я сварил. А сейчас приступлю к крабу, которого я держал на пару. А потом сделаем дегустацию. Я также открываю пакет. Немножко я сполосну. Здесь холодная вода, а то невозможно прямо убраться. Горячая, как руки отжигаются. Вот. Краб, который был напавлен. Все, бяки, из него выкинем. Крабы не полные, я бы, конечно, сказал. Видимо, они недавно поменяли свой панцирь. Еще не вросли полностью в новый. Наполовину наполнены не так много мяса. Ну и ничего. Я люблю, кстати, такие, потому что в них я считаю мясо слаще. Ладно, сейчас буду делать дегустацию. Так, ну начну сначала с краба, который варился. Берем лишню. Ну свежий краб, конечно, всегда замечательно. В любой форме. Вкусно, конечно. А теперь пробуем ту же клешню, только от краба, которого я держал на пару. Заметь, что я разницу. Ребята, если честно, разницы особо нет. Я, конечно, не представляю дегустатор. Но и то, и другое. Очень-очень вкусно. Так что, я думаю, роли не играют. На пару они или вареные. Все отлично. Кстати, вот, который я держал на пару, хоть я в него соли никакой не добавлял, но все равно мясо соленое. Видимо, у них в панцире, когда есть соль, вернее, вода, то она как морская вода, она держится там и передает вкус соли мясу. Отлично. Ну вот, друзья, где-то час спустя, чуть больше, у меня получилась вот такая куча крабов, которые уже готовы к употреблению. Сейчас часть мы съедим с топленым маслом и с чесночком, а часть мы почистим, поставим только мясо. И потом я его заморожу, и получится вот такой брикетик. Это уже мороженое мне из морозильника я достал, которое могу всегда, когда захочу, достать и употребить его с чем-то, типа салата или моя любимая паста. Так что, вот такой сегодня приятный был сюрприз улов краболов. Ладно, всего хорошего. Будем кушать крабов с семьей сейчас, наслаждаться. Всем удачи, всего самого наилучшего. До следующей встречи. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok